Депутатский корпус Семейская птицефабрика «Восток Бройлер» планирует увеличить производственные мощности. Это связано с ростом потребительского спроса на отечественную продукцию. С каждым годом растет финансирование семейского дома ребенка. Здесь созданы все условия для воспитания и реабилитации детей, оказавшихся в трудной ситуации. Открывает выпуск новости республики. При национальной кампании «Астана Экспо-2017» создан общественный совет. Первое заседание совета прошло в новом административном здании в городке Экспо. Председателем общественного совета избран ректор Евразийского национального университета имени Льва Гумилева Ирлан Сыдыков. Его кандидатура была единогласно поддержана всеми членами совета. Также в состав общественного органа входят представители Милана, Шанхая, отечественные и зарубежные ученые и журналисты. Главная цель – обсуждение проблем, связанных с проведением международной выставки «Экспо-2017» совместно с государственными органами и выработка рекомендаций. Как отметил председатель правления национальной кампании Ахмеджан Исимов, большой интерес к предстоящей выставке проявляют представители разных государств мира. Своё участие в выставке подтвердили 70 стран. Мы ожидаем, что их количество превысит 100 государств. Мы надеемся, что эти показатели будут достигнуты. Среди государств-участниц выставки есть такие крупные державы, как Великобритания, Германия и Италия. Вчера на Довозском форуме мы подписали соглашение об участии Швейцарии. Интерес к выставке большой, потому что на ней заявлена очень важная тема. Предстоящие выборы в парламент и маслехаты всех уровней – важный политический шаг, поэтому активное участие в этой политической кампании обещает принятий молодежь. Молодые люди надеются, что это даст новый импульс развитию страны. Раскультура «Успех» студентка второго курса. В будущем специалист сельскохозяйственной отрасли. В этом году она будет впервые участвовать в выборах. Новый состав парламента, надеется девушка, положительно повлияет на качественную реализацию стратегии развития. Сейчас в мире происходит очень много плохого, можно сказать. И наша страна более-менее хорошо отступается от этих проблем, например. И этот выбор очень важен для нас. Я буду принимать участие в этих выборах. Проведение досрочных выборов – своевременный политический шаг, считает и преподаватель Ерзат Житибаев. По его мнению, в данный период это самое оптимальное политическое решение, которое объединит народ общей целью по выходу из трудного положения и в целом дальнейшему развитию экономики. Мы должны принять определенное свое решение, принять свою политическую активность и организовать весь этот политический процесс при участии каждого из нас. То есть будущее Казахстана, будущие результаты этого выбора зависят от каждого гражданина, зависят от каждого голоса, от отношения к этому выбору. Выборы в мажорист парламента страны и местные представительные органы пройдут 20 марта. Очень важно, чтобы каждый гражданин, приняв в них участие, сделал свой правильный выбор. Саулей Байгалиев, Рыскульма-2, Свои Ильжан Максумов, служба новостей семьи. Продолжаем выпуск. В ежегодных посланиях президента страны большое внимание всегда уделяется работникам бюджетной сферы. Несмотря на любые обстоятельства в важных стратегических документах, говорится о необходимости увеличения заработных плат и других социальных пособий. Начиная с нового года, на 28% выросли зарплаты медицинских работников. По словам врачей, это существенная помощь для специалистов бюджетных организаций. Как отмечено в послании главы государства, с обретением нашей страны независимости в Казахстане построено свыше 1300 объектов здравоохранения. Все они оснащены современным оборудованием. Особую гордость вызывает тот факт, что сейчас сложнейшие операции выполняют отечественные специалисты. Улучшается и общая ситуация в быту и в жизни казахстанцев, что положительно отражается на здоровье населения. Сейчас продолжительность жизни людей в среднем составляет 72 года. Сами граждане отмечают положительные изменения в медицинской сфере. Из года в год наша медицина развивается. Благодаря этому улучшается и положение граждан. Сейчас медицина намного продвинулась вперед. Если раньше мы бегали по разным кабинетам, то сегодня все услуги можно получить в одном центре. Государство всегда выполняет свои обязательства. Из года в год растут объемы социальных пособий и заработные платы работников бюджетной сферы. Все это позволяет народу уверенно смотреть в будущее и жить спокойно. Врач должен быть заинтересован не только, я считаю, теоретически, он должен быть еще и финансово заинтересован в улучшении своей работы и своих показателей. А это хороший показатель врача и медработника – это здоровье нашей нации, здоровье наших людей, детей. Поэтому это очень важно. Сегодня в семье действуют около 70 учреждений здравоохранения. В них населению оказывают качественные медицинские услуги, свыше 3000 врачей и более 4000 специалистов среднего звена. Сама Цикенов, Рыскуль Мадвасова и Ельжан Макзумов. Служба новостей семей. С этого года семейская птицефабрика «Восток Бройлер» планирует увеличить свои производственные мощности. Это связано с увеличением спроса на качественную продукцию отечественного производства. Недавно предприятие построило несколько новых зданий с современным голландским оборудованием. Весной текущего года ожидается запуск инкубаторов и линий по забою птиц. Сегодня на семейской птицефабрике более 20 комплексов по выращиванию цыплят. Все они полностью автоматизированы. До отправки цыплят в убойный цех они находятся в комплексе до 40 дней. Сейчас здесь содержится 30 тысяч птиц. Им 18 дней. Корм и воду выдаем строго по графику. Есть вентиляция. Все клапаны, которые работают в компьютерном режиме. Через 40 дней мы отправляем их на убой. Вес каждой птицы проверяется раз в неделю. На птицефабрике трудоустроено 400 человек. В год здесь производят до 5,5 тысяч тонн продукции. Ежедневно производство работает в авральном режиме. Потому что сейчас очень вырос потребительский спрос на качественное мясо курицы. Помимо регионов Казахстана поступают заказы и из других государств. Каждый день производим за бой птицы. Успеваем собирать. Несмотря на кризис мы сами хорошо справляемся. Крупнейшие российские компании приезжают к нам и закупают продукцию. В месяц отправляем от 300 до 400 тонн куриного мяса. В этом году у нас тоже большие планы. Поступают заявки и от других стран. Для обеспечения потребительского спроса, начиная с этого года, предприятие решило увеличивать производственные мощности. Специально для этого был построен новый цех, куда из Голландии были привезены современные инкубаторы. Его открытие планируется в марте текущего года. Кроме того, установлены новые прогрессивные аппараты для убоя. Если вновь созданные цеха заработают в полную силу, то предприятие сможет вырабатывать более 6000 тонн мяса птицы в год. Также ожидается запуск линий по производству копченой курицы. Сама Цикенов, Ержан Жакуб, Серик Нуртаза, служба новостей семей. Другим темам в семье выявлены факты хищения бюджетных средств, выделенных по программе «Дорожная карта занятости-2020». В частности, как показала прокурорская проверка в Центр занятости населения города, через который реализуется данная программа, предоставляются подложные документы от разных предприятий города за якобы трудоустроенных лиц. На самом деле они там не работали. В списке фиктивно трудоустроенных граждан есть даже заключенный, которому по бумагам больше полугода начисляли зарплату на одном из предприятий города. За его фиктивное трудоустройство по программе «Работодатель» получал 35% от оклада работника. Всего выявлено более 23 аналогичных случаев. Сумма похищенных средств превышает 2,5 миллиона тенге. Многие граждане, за которых перечислялись деньги, и вовсе не обращались за содействием в трудоустройстве. А несколько человек вообще живут в других городах. В ходе проверки было установлено, что этот гражданин проживает в городе Астана. Фактически в указанном предприятии не работал, а за него получали деньги и средства. На настоящее время материалы проверки зарегистрированы в едином реестре досудебного расследования и направлены в службу экономических расследований для дальнейшего принятия меры. В послании народу Казахстан в новой глобальной реальности, рост реформ и развития, президент страны отметил, что приоритетом государства в новой социальной политике должны быть масштабные инвестиции в развитие человеческого капитала. Из года в год растет финансирование семейского дома ребенка, где в первые годы жизни детям, от которых отказались родители, создаются все необходимые условия для того, чтобы они на себе почувствовали полноценную заботу государства о будущих гражданах. Государство всегда целенаправленно поддерживало детские социальные учреждения, деятельность которых направлена на оказание помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Сегодня в этом социальном учреждении находится 51 ребенок. Все они окружены заботой и вниманием со стороны персонала. Здесь есть все, что нужно детям. Пятиразовое горячее питание, оборудованные игровые комнаты, спальни и медицинские кабинеты. То есть государство делает все необходимое для того, чтобы дети развивались и росли как полноценные граждане своей страны. У нас медицинское учреждение, и воспитываются у нас дети с различными пороками развития, с заболеваниями опорно-видительного аппарата. И для их полноценного развития, реабилитации у нас имеется все необходимое оборудование. И имеются специалисты, которые прошли обучение и имеют соответствующую квалификацию. В основном в дом ребенка поступают новорожденные дети, от которых в силу разных обстоятельств отказались родители. Есть среди них и те, у кого сложный диагноз. Но дети есть дети, и они не несут ответственность за ошибки взрослых. Каждый ребенок уникален по-своему. Одни скромные и тихие, другие обладают шустрым характером и очень любознательны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Коллектив учреждения, а это 34 воспитателя, среди которых в основном высококвалифицированные специалисты, ведут постоянную работу по медицинской и психологической реабилитации детей. Они искренне привязались и полюбили малышей. Но в любом случае воспитатель не сможет заменить ребенку настоящих родителей. В связи с этим, учитывая все юридические нюансы, учреждения организовали группу «Надежда», где родители, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, могут на время оставить свое дитя, а затем, решив свои проблемы, забрать его обратно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Главная цель и мечта нашего руководства и сотрудников учреждения – чтобы у каждого ребенка были родители. Даже если это будут и неродные люди, главное, чтобы ребенок был окружен заботой и теплом. В своем послании народу страны глава государства отметил важность привлечения инвестиций в человеческий капитал. По мнению специалистов дома ребенка, это очень правильно. Ведь дети – это будущее нашей страны, и если взрослые создадут для них хорошие условия, тогда из них вырастут настоящие патриоты, которые сделают все для процветания родного Казахстана. Сама Цикенов, Ельжан Макзумов, Служба новостей семей. Это были все новости к этому часу. Впереди вас ждет прогноз погоды, а я с вами прощаюсь. Всего доброго, до новых встреч. В Узкоминогорске по прогнозам синоптиков ясно, без осадков, температура воздуха днем минус 20, ночью 24 градуса мороза. В Алматы по прогнозам синоптиков облачно, местами дождь, температура воздуха днем плюс 3, ночью 4 градуса со знаком минус. В Астане синоптики обещают ясный день, без осадков, температура воздуха днем 11 градусов мороза, ночью минус 18. В Семее облачно, без осадков, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный 3,5 метров в секунду, температура воздуха днем минус 20, ночью минус 28. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова